И сразу о хорошем. В Брянске 3 июня прошел парад детских колясок. В празднике приняли участие более 40 семей. Родители продемонстрировали творческий подход к мероприятию и представили коляски в самых необычных формах. Одни везли коляску в виде трактора, другие прокатили целую императорскую карету. Были коляски в форме избушки. Дети и их родители нарядились в тематические наряды. Были и трактористы, и принцессы, и сказочные персонажи. Главный приз в 15 тысяч рублей получила семья Иовлевых и их дети. Шестилетний Андрей и трехлетний Яна и Софья. На парад они пришли с коляской-каретой. На создание образа семью вдохновила сказка «Снежная королева». А теперь вернемся в 2018. В Калининградской области молодой мужчина с голым торсом напал на одну из монахинь святой Елизаветинского женского монастыря. Это произошло возле входа в храм. Видеозапись происшествия опубликовала пресс-служба регионального СК. Подбежавший священник не смог одолеть хулигана. Справиться с полуголым мужчиной помог прохожий, повалив его на землю. Вскоре пришел полицейский, и нападавшего задержали. Обстоятельства происшествия устанавливаются. К другим новостям духовной жизни. Рафия Зинатулина из Башкирии передала музею МВД Уголовный кодекс РСФСР на арабском языке, которая долгое время принимала за Коран. Я, будучи мусульман, автоматически перекрестился, что вот такая была ситуация. Сверток дала женщине ее мать, которая уверяла, что это священная книга, которую нужно заворачивать в ткань и класть под подушку, чтобы дети не капризничали. Рафия подкладывала книгу под подушку своему сыну с детства. Когда мальчик вырос, он пошел на службу в милицию. В Курганской области местная администрация сделала щедрый подарок школьнице шатрынского интерната для детей с нарушениями зрения Ирине Сауниной. Девочка оставила заявку на сайте Кремля, в которой просила подарить ей в День защиты детей портрет Путина с его автографом. Главный федеральный инспектор по области Александр Кистанов лично приехал в Шатрыцк и вручил девочке заветный подарок. Другие школьники также просили о подарках, но удовлетворить завышенные ожидания телефоны и компьютеры чиновники не смогли. В итоге с подарком на 1 июня осталась только Ира. Тем временем Управление образования и молодежной политики города Уссурийско-Приморского края начало проверку после того, как стало известно, что в одной из школ отличившимся ученикам выдали грамоты с гербом Украины. В сети появилось видео, в котором ученик школы демонстрирует грамоту, украшенную трезубом и желто-блакитными лентами. Сейчас по всей стране проходят экзамены, поэтому обстоятельный разговор чиновников с директором школы состоится уже после их завершения. Остается только гадать, что может грозить невнимательному руководителю за такое нарушение. Ну, диплом, наверное, ЦЕ Европа будет. Напоследок отправимся в элитный клубный поселок Вознесенское, недалеко от Чебоксара. Закрытый поселок удовлетворяет любым чаянием важных господ. Здесь есть и собственная вертолетная площадка и церковь. Въезд в поселок Вознесенское предваряет храм Вознесения Господня, доброе строительство которого благословил митрополит Варнава, управляющий Чебоксарско-Чувашской епартией. Нетрудно догадаться, что именно этот факт помог определиться с названием поселка, отмечается на сайте комплекса. Однако название поселка определенно не отражает наличие, расположенную неподалеку свалки из старых унитазов. Что? Да, целую гору из разбитых фаянцевых изделий обнаружил местный экоактивист. Унитазы соседствуют рядом с культовым сооружением. Теперь внимание гостей и жителей привлекает не храм и уютные домики, а гигантская свалка унитазов. Гора унитазов настолько большая, что блеск фаянца видно на карте со спутника. Экоактивисты утверждают, что эта нелегальная свалка образовалась после проведения в Чебоксарах реновации жилья, и местные чиновники решили сэкономить на утилизации, сваливая клам на землях сельхозназначения. Экоактивисты не намерены мириться с таким положением и подали жалобу в прокуратуру и другие ведомства. Каждую каркашечку, каждый след убираем! В эти выходные в Москве в культурном центре ЗИЛ пройдет фестиваль «Поль», на котором выступят независимые музыканты со всей страны. А 12 июня в День России Центр Москвы и Столичные парки станут праздничными площадками, где пройдут мастер-классы и спортивные соревнования. Оставайтесь сильными, берегите себя и страну, идите на три буквы! КОНЕЦ